МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваша. Информационная программа Республика в студии Юлия Важенина. Смотрите сегодня. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Временно исполняющий обязанности главы Чуваша Михаил Игнатьев побывал на совете Чувашского отделения Сбербанка. Речь шла о работе банковского сообщества и его взаимодействии с предприятиями и фирмами. Времена сейчас непростые, отметил глава Чувашского отделения Юрий Бычковский. Сотрудники банка живут и работают в республике, поэтому им небезразличны изменения, которые происходят в экономике Чувашии. Я всегда читаю все отзывы наших клиентов. У нас очень много позитивных отзывов о том, что у нас теперь нет проблем с очередями. Я хочу подчеркнуть, что наша политика системного снижения процентной ставки, она сказывается благотворно на спросе со стороны населения. За последние, наверное, пару месяцев мы видим увеличение продаж ипотечных кредитов. Михаил Игнатьев отметил, что сейчас от политики, формируемой банковским сообществом, зависит жизнеспособность ряда крупных предприятий, малого бизнеса, да и, собственно, населения. От кредитования, прежде всего, юбилей, свистлиц, от кредитования техно-организаций, от принимателей, которые работают на потребительском рынке, зависит, насколько динамика развивается к целым, с вероусством. Если взять последние годы, то, что очень много сделано. Михаил Игнатьев рассказал, что Чуваша становится развитой и инвестиционно привлекательной. Республика вошла в число 10 регионов страны по этому показателю. Очень важно сейчас выполнить все социальные обязательства. И в бюджете республики есть на это средства, заверил в Рио главы Чувашии. У правительства республики и Сбербанка давние деловые отношения. Банк поддерживает крупные мероприятия, проводимые в Чувашии. Кино и балетные фестивали оказывают поддержку ветеранским организациям, школам-интернатам, участвуют в других благотворительных акциях. С начала года в отделении банка было открыто более 951 расчетного счета, выдано 624 миллиона кредитных средств на развитие малого и микробизнеса. Банк активно инвестирует и в экономику Чувашии. В республике реализуется множество проектов в аграрном секторе. Все те проекты, которые на сегодняшний день кредитуются со стороны Чувашского отделения Сбербанка, мы их знаем, они в открытой доступной форме находятся. Да, есть определенные отдельные рабочие вопросы. Мы садимся обычно за стол перегоров, обсуждаем эти вопросы, выслушаем друг друга. По крайней мере, все идут навстречу друг другу для того, чтобы разрешить все эти проблемы. Мы создаем равные условия для работы организацией коммерческих банков и для работы и оформления кредитных линий предпринимательского сообщества, бизнес-сообщества и в целом в отдельности каждой организации. Татьяна Молокова, Олег Якимов, Республика. Реформа жилищно-коммунального хозяйства в России. Именно так называется проект правительства страны и Международного банка реконструкции и развития. Проект осуществляется с 2009 года в 14 отобранных по конкурсу российских городах, в числе которых из столицы Чувашии. Сегодня в Чубаксарах прошла конференция лучших практик этого проекта. Конференция проходит в столице Чувашии второй год подряд. Участники из 10 городов обмениваются опытом, презентуют свои проекты и обсуждают, в каком направлении двигается реформа ЖКХ в России. Реформа идет достаточно сложно. И Россия пробует один, другой вариант. И поэтому сегодня даже скорее в стадии переосмысления, переосмысления самой концепции этих возможных изменений. И явно проявляется, например, тенденция вернуться к такому централизованному руководству, к полному контролю с увеличением присутствия государства в этом секторе. В столице Чувашии сейчас реализуются три инвестиционных проекта. Один из них – строительство комплекса сооружений по обработке осадков на очистной водопроводной станции «Завражная». Мы забираем воду с поверхностного водоисточника ЭК «Волга». И тут же ее, согласно технологическому процессу, сооружение будет построено в 1969 году. Предусматривалась просто обработка этого осадка, и сбрасывать без очистки водный объект. Платим негативное воздействие, все вы знаете, Каждым годом платежи растут и увеличиваются. И вот этот проект был для нас основным. Проект был разработан еще в 1996 году, но тогда не прошел экспертизу. В 2008 он был доработан с применением новых технологий и оборудования, а реализовываться стал в октябре 2013. На финишную прямую он выйдет уже в этом году. На сегодняшний день идет очистка лучше, когда мы производим очистку химриагентами. Это мы вводим сульфат аммония. Значит, предаммонизация была, но сейчас мы автоматизировали комплекс нитрилей. Это используем сульфат алюминия, водный раствор, и гипохлорид натрия используем с 2011 года. Мы его не готовим, а приобретаем на химпроме. Еще одним не менее интересным и полезным проектом нашего города стала акция «Стоп сугроб». Она не требует финансовых затрат. Зародилась акция, прошедшая зимой, когда столицу Чувашии буквально завалилась снегом. Было блокировано движение транспорта во дворах, тяжело было передвигаться с детскими колясками, и все жители города испытывали неудобства из-за обильного снегопада. Мы решили пойти по тому пути, чтобы граждане напрямую обращались в администрацию города, сообщали, где имеются проблемные вот эти вот участки, и мы уже организовали работу по устранению вот этих вот недоделок. Можно сказать, что акция удалась, потому что широкое общественное обсуждение оно получилось. Все склонялись к тому, что инициатива нужная, полезная. И когда люди реально видели результат, вот он прислал фотографии, мы же не просто так аккумулировали, мы же ему посылали потом ответ, то есть в формате «было-стало». Тут вот мы наглядно показали, что если мы взаимодействуем с населением конструктивно, то и результат, соответственно, есть. В своей практике разрешение проблем в такой сложной сфере, как ЖКХ, представили и другие регионы. Конференция продлится два дня. Завтра на круглом столе участники затронут вопросы управления многоквартирными домами, обсудят перспективы развития ТСЖ и многое другое. Юлия Важенина, Сергей Рябчиков, Республика. Впервые у жителей нашей республики появилась возможность проверить, как оценили земли, находящиеся в их собственности, специалисты Росреестра. Уже в следующем году налог на эту категорию земли будет исчисляться, исходя из новой кадастровой стоимости. По предварительным данным, цена земли в некоторых районах увеличится в среднем на 5-7%. Чтобы исключить возможность неправильного подсчета, на сайте Росреестра был размещен проект отчета кадастровой стоимости. Любой желающий может посмотреть, в какую сумму оценен его участок. И если увидит ошибку в площади или в определении вида земли, совершенно бесплатно может направить в Росреестр свои замечания и предложения. Правда, срок для таких поправок в проект отчета совсем небольшой – 20 дней. В региональном Росреестре уверяют, что отчет прост в изучении и не требует каких-то специальных знаний. И настоятельно рекомендуют фермерам проверить кадастровую стоимость их наделов. Если этого не сделать, то оспаривать кадастровую стоимость придется в специальной комиссии или в суде. Люди с ограниченными возможностями всегда находятся в зоне повышенного внимания. В Чувашии реализуется государственная программа «Доступная среда». Сегодня временно исполняющий обязанности главы республики посетил поселок Кугеси и проверил, как работает программа на местах. Подробнее в следующем сюжете. Рабочий визит Михаила Игнатьева начал с детского дома-интерната. Сейчас тут проживает 120 человек в возрасте до 18 лет. Кроме того, тут функционирует промежуточная реабилитационная группа для инвалидов до 28 лет. Для всех них предусмотрен комплекс медицинской, социальной и трудовой реабилитации, который обеспечивает комфортные условия жизни. В прошлом году по программе «Доступная среда» мы получили очень хороший автомобиль для перевозки колясочников детей. В этом году нам выделено ассигнование в размере 2 миллионов рублей для того, чтобы привести, начинать приводить территорию именно по программе «Доступная среда». Это достаточные деньги для нас, чтобы мы их освоили. Значит, тут будут сделаны современные пандусы, будет установлено современное санитарно-техническое оборудование. Михаил Игнатьев посмотрел и придворовые территории. Лечебно-трудовые мастерские, подсобное хозяйство и игровую площадку. С последним возникли сложности. Футбольное поле заросло травой, а значит и играть затруднительно. Я же специально до поля дошел, посмотрел. Если вы даже не будете использовать тот уровень оснащенных всех тех площадок, соответственно, спортивных сооружений, то грош нам цена. Посетил Михаил Игнатьев и Кугейский дом-интернат для престарелых и инвалидов. Проживают тут 198 человек. В прошлом году в рамках доступной среды обустроили вход в главное здание, сделали опорные поручни, пандусы и заменили лифт. В ближайшее время в Чувашии будет открыт еще один дом ветеранов в Шамурше. Это дом, который совершенно по новым проектным требованиям построен. Мы предполагаем, что там помимо комнат для проживания будет развернуто и реабилитационное отделение для активного воплощения всех интересов пожилых людей. И отрадно, что этот дом ветеранов будет расположен именно в районе республики, в отдаленном районе республики, где на сегодняшний день уже могут проживать порядка 30 ветеранов. Сейчас в Чувашии 10 учреждений стационарного типа для инвалидов, престарелых и тех, кто остался без попечения. Нехватки мест в них не наблюдается, за исключением психоневрологического профиля. Но и этот вопрос уже взят на заметку. Екатерина Абрамова, Регина Кубайкина, Сергей Рябчиков, Республика. В прошлом году с прилавков российских магазинов исчезли так называемые лампочки лича. На смену им пришли энергоэффективные источники света. Компактные люминесцентные лампы помогают нам сэкономить на коммунальных платежах, но требуют особенного обращения, когда становятся непригодными для использования. Об этом наш следующий сюжет. Энергоэффективные лампы уже стали для нас привычными. Но если вкрутить ее не составляет большого труда, то с утилизацией у многих возникают вопросы. Энергосберегающие лампочки – отходы первого класса опасности. В них содержится от 3 до 5 миллиграммов ртути. И выбрасывать ее в урну с другими отходами категорически недопустимо. Так же, как батарейки и градусники. Ртуть из разбитой люминесцентной лампы испортит всю почву вокруг. А если рядом окажется человек, он получит отравление парами ядовитого газа. В Чувашии надзор за правильностью утилизации отходов осуществляет управление Роспотребнадзора. Органы прокуратуры также правомочны проводить проверку, составлять протоколы и привлекать виновных лиц к ответственности. В случае обнаружения таких фактов, а именно, если вы обнаружили на улицу разбитую лампу, либо обнаружили свалку бытовых отходов, где находятся эти лампы энергосберегающие, либо иные ртутно содержащие, необходимо незамедлительно сообщить об этом в управлении Роспотребнадзора. Они, как специалисты, приведут проверку и примут меры по сбору и утилизации данных отходов. Статья 6.3 кодекса о правонарушениях РФ предусмотрена ответственность в виде штрафа на физических лиц 500 рублей, на должностных лиц от 500 до 1000, на юридических от 10 до 20 тысяч рублей. Так куда же девать опасные отходы? В соответствии с действующим законодательством осуществлять сбор ламп и передавать их в организации для утилизации обязаны управляющая компания или ТСЖ. Так что вы смело можете принести непригодные приборы им. В Чебоксарах одна из управляющих компаний решила этот вопрос по-другому. Установила во дворах специальные контейнеры. Этот контейнер сам по себе сертифицирован. Сертифицирован, то есть позволяет эти лампочки, ну он там предусмотрен, чтобы они не бились специально. Там покрытие такое, ну никто не застрахован, поэтому посмотрим, чтобы все было нормально в этом отношении. Смотрите, он в принципе герметично закрывается, но вот эта вот дырка же она дает испарение. Испарение как бы дает, конечно, но чтобы закупить нормальный контейнер, они дорогие, если они до 60 тысяч стоимость. Пока попробуем этот, как он работает. Может быть в дальнейшем, когда будет развиваться наша компания, мы предусмотрим более-менее удобные. Потому что вот сюда, вот в этот контейнер нельзя утилизировать люминесцентные лампы, то есть они сюда не входят. Стоимость такого контейнера 11 700 рублей. И его просто невозможно сделать полностью герметичным, иначе лампочку в такой не опустишь. Поэтому гражданам необходимо очень аккуратно обращаться с таким мусором. На данный момент, значит, мы сейчас пока их складируем, эти лампочки. Они там у нас емкость примерно до 300. Как накопится это количество или близко к этому, мы будем сдавать в НПК «Меркурий» в соответствии с договором. Компания «Меркурий» единственная в Чувашии, кто занимается переработкой ртутосодержащих отходов. Она также производит специальные ящики для хранения и транспортировки опасных грузов. Эти контейнеры полностью герметичны, изготовлены из стали и покрыты полимерной краской. Ежегодно со всей Чувашии сюда на переработку поступает около миллиона ламп. «Физический фельд мы сегодня принимаем пока лампой и термометр больше нет, а как правило ничего бесплатного. Но привезти нам сюда. То есть мы не имеем возможности ездить за там одним лампой, одним термометром даже по городу. Поэтому если к нам обращаются, мы предлагаем привезти сюда круглосуточно в любой день недели. Если даже не рабочее время, то охрана круглосуточно работает». Кстати, сегодня сбор и транспортировка ртутосодержащих отходов не лицензируется. Но с 1 января 2016 года в силу вступит федеральный закон номер 209. Компании, в том числе и управляющие, которые будут заниматься сбором ламп, градусников и батареек, будут обязаны получить лицензию на эту деятельность. Анастасия Алексеева, Александр Петров, Расиль Мухаммедов, Андрей Шоклев. Республика. Лучших по профессии наградил сегодня Михаил Игнатьев. Впервые за последние 10 лет республиканский конкурс собрал на одной площадке самых достойных представителей рабочих профессий с ведущих предприятий учебных заведений Чувашии. 28 специалистов состязались в пяти направлениях рабочих профессий. Жюри выбрало лучшего сварщика, слесаря, оператора станков с числовым программным управлением, электромонтажника, а также сборщика электрических машин и аппаратов. Елена Иванова стала победителем в компетенции монтажника радиоэлектронной аппаратуры и приборов. На первое место не рассчитывала, очень обрадовалась, что первое место заняла. Готовилась, конечно, читала много документации, техпроцессы, связанные непосредственно с работой своей. Все-таки самооценка повышается и значимость профессии. Понимаешь, что твое дело важно в жизни и очень ответственная работа. Михаил Игнатьев отметил важность профессиональных конкурсов по профессиям. С каждым годом растет потребность экономики в технических специалистах. Но и сами выпускники школ стали чаще поступать и выбирать востребованные профессии. Временно исполняющий обязанности главы Чувашии также познакомился с образцами изделий победителей конкурса. В этом году республиканский конкурс профмастерства прошел впервые. В будущем организаторы планируют сделать его традиционным и приглашать участников из других регионов. Это достаточно уникальное событие для нашего периода. А значимость для будущего еще заключается в том, что мы тем самым привлекаем внимание к самовостребованным, безусловно, самовостребованным специальностям сегодня для молодежи, которая позволяет им в будущем видеть стабильность и, безусловно, достойный заработок. Анастасия Алангина, Сергей Рябчиков, Республика. В октябре 2015 года по всей России, в том числе и в Чувашии, Федеральная служба статистики проведет микроперепись населения. Она пройдет с 3 по 31 октября 2015 года. Всего по Чувашской республике для проведения микропереписи сформировано 60 счетных участков. Специально обученные переписчики будут обходить дома и опрашивать жителей республики. Ответы внесут в электронные опросные листы с использованием планшетов, что значительно сократит время обработки данных и подведения итогов. Эти сведения будут использованы для формирования сводных итогов о населении республики и России в целом. Как заверяют статистики, никакие данные об определенном человеке, семье или домохозяйстве публиковаться не будут. Благодаря микропереписи специалисты получат актуальные сведения о состоянии населения страны и республики района. А также установят изменения, которые произошли за время после переписи 2010 года. Итоги работы за первое полугодие 2015 года обсудили сегодня на расширенном заседании коллегии прокуратуры Чувашской республики. Как будет совершенствоваться надзорная деятельность в нашем следующем сюжете. Противодействие преступности во всех сферах всегда было приоритетным направлением деятельности прокуратуры. Совместно с органами власти и местного самоуправления идет постоянная кропотливая работа по профилактике правонарушений, сохранению стабильности в обществе и защите прав граждан. Выполнена объемная и многоплановая работа по обеспечению законности и защите социальных прав граждан. Число актов прокурорского реагирования превысило 20 тысяч. Число привлеченных к ответственности нарушителей закона – 5 тысяч. Значительное нарушение – около 2 тысяч – пресечено прокурорами в области государственной и муниципальной службы. Ведомство составляет свой реестр основных нарушений законодательства. Как правило, стараются обойти закон в сфере использования государственного и муниципального имущества, размещения госзакупок и распределения бюджетных средств. Много нарушений прокуроры фиксируют в ЖКХ в системе трудовых отношений. Работа идет совместно с правоохранительными органами. Комплекс утвержденных мероприятий позволяет увеличить раскрываемость преступлений. Но работы меньше не становится. Конечно, есть упущения в работе, отдельные недоработки, как со стороны должностных лиц органов государственной власти, органов местного самоуправления. Конечно, это наша слабая сторона. Поэтому в дальнейшей нашей работе, я полагаю, вместе с прокуратурой мы будем реагировать на те сигналы, на те предложения, на те приписания, которые представляют органы прокуратуры. Самое главное, наша цель – это дариться результатами. Татьяна Леонтьева, Олег Якимов, Республика. В Чебоксарах перед судом предстанет водитель, которого обвиняют в применении насилия в отношении сотрудника ГИБДД. 50-летний местный житель сел за роль автомобиля в нетрезвом виде. Об этом сотрудникам правоохранительных органов сообщили очевидцы по телефону горячей линии. Сотрудники ГИБДД отреагировали на вызов сразу же. Обвиняемого пригласили пройти в машину дорожно-патрульной службы для дачи объяснений. Однако тот отказался. Тогда сотрудники ДПС были вынуждены припроводить нетрезвого водителя принудительно. Но злоумышленник оказал сопротивление. Не усмирили его и наручники. Обвиняемый нанес несколько ударов ногой одному из инспекторов, а также укусил его. К 50-летнему местному жителю, который работает стоматологом в одной из местных больниц, предъявлено обвинение в применении насилия в отношении представителя власти. В случае, если его вина будет доказана, ему может сгрозить до 5 лет лишения свободы. Следует также отметить, что ранее обвиняемый уже привлекался к уголовной ответственности по аналогичной статье Уголовного кодекса в 2011 году. Однако судимость за это преступление уже погашена. Кроме этого, за отказ от медосвидетельствования обвиняемого лишили права управлять транспортным средством на год из 7 месяцев и выписали штраф в размере 30 тысяч рублей. Предприятие сферы услуг «Чувашия» готовится принять участие в республиканском конкурсе. Учитываться будет многое качество обслуживания посетителей, внешний облик фасадов и прилегающих территорий. Подробнее в нашем следующем сюжете. В преддверии Дня торговли Горадминистрация организовала конкурс на лучшее предприятие потребительского рынка. Принять участие в нем может любая сеть общественного питания и торговли, которая серьезно подходит к вопросу имиджа своего предприятия. У нас в городе более 1200 предприятий торговли, общественного питания. И если каждый из них приложит свои усилия для того, чтобы стать красивее, помоет витрины, посадит цветы возле себя, и его же клиентам будет от этого приятно, ну и вид города гораздо преобразится. Все предприятия торговли должны выглядеть должным образом, так как они являются визитной карточкой нашего города. Поэтому надо вкладывать силы, я думаю, еще есть над чем работать. И я думаю, что мы добьемся, что хотим на сегодня. И у нас город будет красивым, и предприятия торговли тоже подтянутся. Звание лучшего предприятия торговли, общественного питания, торгового комплекса и лучшего розничного рынка завоевать не так уж просто. Для этого в течение года сотрудники каждого проделали большую работу по усовершенствованию фасадов здания, отделенению прилегающих территорий, но в планах еще много. Стоянку увеличили в этом году, прибавили новые балконы, чтобы горожанам было приятно у нас находиться. Такие конкурсы нужны для того, чтобы сделать такой годовой отчет перед городом, перед своими гостями, чтобы мы могли им показать. Вот мы не только стоим на месте, а вместе с ними развиваемся, стараемся что-то новое им предложить, чтобы было интересно. Выложена новая брусчатка, разбиты новые клумбы, концепция торгового центра поменена, фасады у нас новые, единый фриз присутствует. Имена лучших будут озвучены в профессиональный день работников торговли 24 июля. Екатерина Абрамова, Юлия Важенина, Расиль Мухаммедов, Республика. На сегодня это все. Я с вами прощаюсь. Встретимся завтра в эфире национального телевидения «Чуваши». До свидания. Субтитры предоставил DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин